Мне в силу моей деятельности в качестве психолога приходится иметь дело с людьми, у которых сломан хребет личности. Это люди с комплексом жертвы, не уверенные в себе, не умеющие взять на себя ответственность, принимать решения. И страдающие. Что делать? Нужно научиться вырабатывать свое отношение к различным жизненным ситуациям. Так и формируется личность. Вырабатываем свое отношение к чему? Ко всему. К политике. К обществу. К выборам. К призыву на военную службу. Например, я вспоминаю свой путь. Удивительный свой путь жизни. Дао. И как я отказывался, например, от службы в армии. За этим наблюдали журналисты. И один даже сюжет был, в котором сказали, что Максим Ефимов прошел чистилище. Я отстоял свое право не служить в армии. Я помогал ребятам. Да, им было страшно. Было страшно. Коленки дрожали, дар речи теряли. Вот с этим давлением справиться было очень трудно. Но так и формируется хребет личности. Характер и судьба. Характер это и есть судьба. Личность это все. Поэтому вырабатывайте отношения. Лао Цзы, например, да. Тоже. Вот выработал отношения к политике. Политика это грязь. Все. И никакого участия в этом не принимал. Вырабатывать отношения для того, чтобы устанавливать свои личные границы. Не позволять никому их переходить, переступать. Требовать к себе уважительного отношения. Иметь это чувство собственного достоинства, которое тоже возникает благодаря тому, что вы вырабатываете отношения. Вырабатываете отношения к каким-то социальным заразам. К социальным болезням. Например, таким как табакокурение. Вот мы знаем, что распространению курения, что способствует снисходительное отношение окружающих, да. То есть, безразличие, безразличие, равнодушие, бесхребетность. Поэтому так много людей курит. Мать, которая бесхребетница, или отец, тоже бесхребетник, да. Такие же дети у них. И у родителей вредные привычки. И у детей тоже вредные привычки. И даже если у родителей нет этих вредных привычек, то дети могут начать курить, выпивать. А родители-бесхребетники что? Вот они будут потворствовать этому, снисходительно относиться. Что в корне неверно? В корне неверно. Что необходимо делать? Вот у ребенка нужно вырабатывать отрицательное отношение к курению и к курящему. Как это сделать? Например, да. Обращать внимание ребенка на неприятный запах в помещении, на то, что там трудно дышать и противно, да. Чтобы у него вот такая формировалась негативная эмоциональная реакция. Вот это и есть выработка отношений. И учить его ценить свежий воздух. Да. Вот. И показывать, что вот курильщики, да, и вот этот табак, да, табачные изделия, лишают его этой возможности дышать свежим воздухом. Что еще? Это не просто сообщить ребенку знания, да, нужно, а привить ему отрицательную реакцию. Чтобы он действительно испытывал отрицательные эмоции при виде табачных изделий. Ощущение табачного дыма в виде курящих. Вот. И все это надо делать заблаговременно. А потом уже, если время упущено, ну все, там уже с этой никотиновой зависимостью уже сложно бороться. Сложно. Ну, возможно, но сложно. Вот. Поэтому кто курит-то в основном? Вот такие бесхребетники, да, люди слабые, вот. Нет, там, чувство собственного достоинства и все прочее. Так. Вырабатываем свое отношение, да, для того, чтобы формировался характер, личность. И это порой больно. Но это необходимо делать. Необходимо. И к чему еще можно вырабатывать отношение? Ну, к различным социальным явлениям и ситуациям. К идеологии, к религии, к телевидению, да. Вот. К природе. И вот так и формируется ответственность и к отношению тоже, да. Что позволительно в отношениях делать, а что не позволительно. Вот. К насилию, да. Необходимо вырабатывать отношения свои. Так что, это путь. Это путь к становлению личности. Обязательно. И сильного человека. Ну, никогда не поздно начать заниматься своим характером, работать над собой никогда не поздно. И вырабатывать отношения, да. и формировать новое мировоззрение. Поэтому я надеюсь, что вы этим уже занимаетесь. Вот. И после просмотра этого видео вы начнете это делать. А что, выработка отношений. Конечно, это и негативные эмоции. Эмоции, как мы видим, да. Необходимо их испытывать. Выражать их, эти эмоции негативные. Вот. Учиться выражать, да. Не подавлять ничего в себе. Не чувствовать себя жертвой. Потому что, когда вы подавляете, вы становитесь жертвой. И тогда, вот, есть, будущее, есть очень хорошие перспективы, да. Вот. Отношения тоже, да. Вот. Личные границы. Защищать свои интересы. Не бояться конфликтов. Конфликт – это хорошо. Если возникает конфликт, это значит, что вы, у вас есть характер. Что вы готовы отстаивать свои интересы. Потому что конфликт – это результат нарушения чьих-то интересов. Если нету конфликта, все прекрасно, да. Ну, вот это люди, вот, похоже на затравленных, запуганных, затюканных, замордованных. Вот кто-то тут написал, наш зритель написал по поводу того, что он увидел в тюремной больнице людей, да, из тюрьмы. Ну, вот, похожих на заключенных концлагерей и полностью раздавленных, подавленных, растоптанных людей. Вот он, пожалуйста, там сломан, ломают людей, страшно ломают. Нужен характер. Нужен характер для того, чтобы… Да, и они не конфликтуют. Вот, поэтому нужно уметь конфликтовать, ну, по правилам, да. Мы об этих правилах тоже рассказывали. Очень интересно все, да, решение конфликтов методом сотрудничества. То есть, не бояться, не бояться ничего. Да, страх – это что? Сигнал для нас. Страх – это сигнал, что мне надо поработать над чем-то. Что я еще незрелая личность. Потому что страх говорит о том, что я живу не в реальности, а в фантомном мире. И я не уверен в том, что я справлюсь, и я сомневаюсь в себе. А сомнение в себе – это значит вот сомнение в своей жизнестойкости, в своем характере, в своих умственных способностях, в том, что я могу и умею решать проблемы, в том, что я справлюсь с любой ситуацией. И вот чтобы понимать, что вы справитесь, нужно вырабатывать свое отношение к различным жизненным ситуациям. Ну и мы с вами знаем, что это одно из составляющих смысла жизни по Виктору Франклу. Вы таким образом обретаете смысл жизни. То есть, по сути, характер – это и есть смысл жизни. Иметь характер, быть личностью. А характер определяет судьбу. Судьба ваша – это и есть ваш характер. Умеете держать удар очень хорошо. Справитесь со всеми невзгодами. Жизнь – это не рай, да? Но мы можем из нее сделать рай. Научиться всему этому можно. Не бояться. Не бояться, да? Вот и страх пройдет. Вы будете достигать всего. Вот кто обращался, делают карьеру. Новые отношения начинают. Не бояться. Не сидят там. Это боязнь новых стартов. Все. Проходят терапию. Новые отношения. Новая работа. Новые друзья. Все меняется. И с новым знанием себя, да? Но обновленные, трансформированные начинают жить очень успешно, красиво. Что такое успех? Успех – это не деньги на счете. Это ложное понимание успеха. Успех – это когда вы 9 раз упали и 10 раз поднялись. Вот это и есть успех. Запомните это. Вы пытаетесь, вы закаляетесь, вы формируете характер. Поэтому кем бы вы ни стали. Вот вы вырабатываете отношения свое, да? И неважно, кем вы станете. Вы можете стать, там, как-нибудь великим философом, вот. Или великим отшельником, да? Там, как диоген какой-нибудь. Или Будда, да? Отрицающий жизнь и все. Но не имеет значения. Или политикам великим, да? Которые есть, были, были в истории человечества. И есть, я думаю. Люди, которые действительно, вот, думают о благе других. Не на словах об этом, да? Не только декларируют, но действительно такие люди есть. А вот станете таким, да? Вырабатывая отношения. Или еще кем-то, да? Учителем, врачом, общественным деятелем. Ну, кем угодно. Но всегда приятно иметь дело с личностью. Вот кем бы человек ни был. Самое главное все-таки, это быть личностью. И вот люди, да? Я вот, которых я встречал, и художники, и писатели, поэты, учителя, бизнесмены. Что мне нравилось в этих людях больше всего? Это их личности. Что такое учитель без личности, да? Что такое политик без личности, да? Что такое писатель без личности, художник без личности? Ну, это неинтересные люди. Поэтому нас восхищает только характер, только личность. Ну, а там уже, если она талантливая, очень хорошо. Интересные, да, прекрасные. Прекрасные.